По просмотру, на самом деле, попробуем здесь не запустить, нет? Ага, надо настроить, чтобы на тот монитор был главным. Нет, перейти там разверну. Кто-нибудь тут умеет делать? Ну а что это? Ну мышки просто. Перейти на север и на север и на север и на север. Если тут нажать и просмотр, то, по-моему, все равно на тот кинет. Да, еще посмотрим. Нет. Начинаете? Да. Хотите, я вас представлю? На камеру. Там параллельная, какая-то другая. Какая-то. Перед вами сегодня выступит Олег Спута, который закончил нашу камеру. Сколько это было? 7-6. 6 назад. И все это время мы работаем в институте космосков. Спасибо. Во-первых, спасибо за приглашение. Доклад у меня будет про гравитационное линзирование. Значит, вот тут вторая фамилия, мой шеф, в котором меня распределили как раз на тяфе. И так я там и остался. Стукни по доске. Стукни по доске. Или мышу, или пробел. Не, зачем? Не, зачем? Второй акрепт. ППТ. Линзирование. Да. Ну, это что-то будет. Поэтому. Подъек Target. Угу. Ты можешь? Подъектие. Подъектие. Рай-по. Не, так, так. Теперь будет кому-то. Здесь будет кому-то, так. И, конечно, кастрючка. Ну, один раз слышали надо глазом, чтобы он понял, о чём идёт речь, а дальше уже должен идти Ну, вот здесь можно Или пробелом по клавиатуре тоже должно работать Ну, это понятно Ах, стыкма Стык Только чуть-чуть Это скитно, да? Вот здесь У нас есть Моя Ах, стыкма Таун Значит, мне сказали, что час-полтора, так что я собираюсь к этому альфрице. Дократ у меня будет из двух частей. Первая часть – это общий обзор гравитационного ориентирования, что это такое и так далее, который займет, на самом деле, большую часть времени. И если в останутся достаточно времени, я вам расскажу то, чем конкретно мы занимаемся, частная задача о гравитационном ориентировании, гравитационный ориентирование в плату. Во-первых, что такое гравитационное ориентирование? В самом таком общем смысле гравитационное ориентирование – это самый разнообразный большой диапазон разных феноменов, явлений, связанных с отклонением света гравитацией. В анонсе семинара была вот такая картинка, вот смотрите, вот эта фотография, сделанная некого здания. Если мы возьмем, грубо говоря, куда-то сюда, между нами и зданием поместим черную дыру массы Сатурна, то получится вот так, то мы будем видеть вот что. И вот, собственно, об этом и пройдет сегодня речь. Ну, во-первых, поскольку тут, я так понимаю, разные курсы люди, может быть, не все знают, не все проходили общую теорию относительности, поэтому буквально пару слов про общую теорию относительности. Значит, все мы проходили специальную теорию относительности, в которой мы работаем, когда скорости близки к скоростям света. Однако вот гравитационный потенциал, специальной теории относительности, он мал по сравнению с С2. Ну, то есть можно сказать, что гравитационная энергия мала по сравнению с НС2. То есть в специальной относительности гравитация слаба. И когда она слаба, мы описываем, если уж и мы специальную относительность не пользуем вообще, гравитацию слабо описываем ньютоновской теорией, которая, понятное дело, является приближением к тому, что в этом законе гравитации он как бы подразумевает, что взаимодействие распространяется с бесконечной скоростью, а это, как мы знаем, не так. Строгая теория гравитации — это общая теория относительности. Значит, в общей теории относительности она будет верна для любых значений гравитационного потенциала, в том числе ее нужно использовать, если он порядка c квадрат. Ну, а скорость может быть любой. Значит, общая теория относительности является обобщением частной теории относительности. Вы знаете все наверняка, что в СТО можно записать вот такой интервал вместо ликвидовой метрики обычной. А вот в общей теории относительности вот этот интервал заменяется вот такой квадратичной формой, в которой появляются коэффициенты перед вот этими вот буквками, предкоординатами. То есть, если мы положим вот это же и квадрат равным единице, минус один, минус один, минус один, равен такой диагональной матрице, мы перейдем вот в плоское пространство, в СТО. Вот, значит, то есть, и вот то, что здесь появляются коэффициенты перед координатами, это означает физически, что пространство становится искривленным. Значит, вот общая теория относительности, она говорит о том, что никакой специальной силы гравитации не вводится, а просто считается, что масса, ну или энергия вокруг себя искривляет пространство, и когда, значит, этот пространство становится искривленным. И вот, скажем, если тело движется по инерции в этом искривленном пространстве, в плоском пространстве оно двигалось кримлинейно, например, луч света шел бы по прямой, а если пространство искривлено, то луч как бы идет по прямой, но поскольку пространство кривое, то он для нас, в нашем трехмерном мире, кажется, что его траектория искривлена. Вот, собственно, значит, вот общая относительность, она как раз там есть, как уравнение Эйнштейна, она как раз связывает массу и энергию с одной стороны с кривизной пространством с другой стороны. Значит, вот здесь приведено так называемое решение Швардшильда, это сферически-симметричная метрика от массивного точечного или сферически-симметричного тела в центре координат с массой n. Ну, то есть фактически эта метрика описывает сферически-симметричную черную дыру. Нет, почему черную дыру? Что угодно. Ну, да, естественно, да. Например, хорошо. Ну, на сколько? Ну, снаружи Земли, да, естественно. Некое приближение, опять же. То, что Земля не сферически-симметричная. Ну, да, да, если бы была бы симметричная, то, конечно, это сферически. Ну, просто, я так сказал, когда мы говорим про Землю, мы, в общем-то, можем особую эффект общей чередоносительности не учитывать, потому что как раз, чтобы для Земли эффекты общей чередоносительности стали, так сказать, важны. Нужно Землю там сжать, по-моему, то ли до нескольких сантиметров, что ли там. Да ты. Наверное. Ну, не знаю, проклятый Янтур. Вот, значит, сейчас я бы хотел показать такое видео, просто красивое, на тему искривления. Так, оно меня тоже перетаскивает, да? Да. Значит, вот тут, как бы, на пальцах объясняется в этом видео, как происходит искривление луча в кривоминейном пространстве. Значит, смотрите, ну, он там говорит, что там слуха, наверное, не слышно. Значит, вот эта штука, это луч. Так, кусок скотча, это луч, он, как бы, понимаете, прямой. Его, значит, если пространство плоское, то лучшую распространяется по прямой линии. Значит, теперь вот мы берем этот скотч и вносим в пространство некую кривизну, то есть, вот, например, вот такую вот блюдца. И тогда, если мы этот свет, если мы этот скотч будем по блюдцу клеить, причем он, как бы, остается, ну, в каком-то смысле прямой, да, то он вот так вот загнется, и получится, что свет идет по кривой линии. Вот он тут сейчас объясняет, что из-за того, что свет искривленный, то мы видим звезду не здесь, а здесь. Ну, сейчас я про это буду подробно расскажу. Значит, итак, вот основной эффект, который сегодня будет описываться, значит, что общая относительность предсказывает, что если вот у нас есть луч света и он, и некое массивное тело, если этот луч света идет на прицельном параметре B мимо этого сферического сферического тела, то этот луч отклоняется на некий угол альфа, который выражается вот такой вот формулой, которая значит G кривиционно постоянно, C скорость света вакууме, M масса этого тела и B прицельный параметр в обычном смысле. Значит, эта формула является приближенной. Она работает только тогда, когда вот этот прицельный параметр больше так называемого шваршильдовского радиуса вот этого тела. Ну, шваршильдский радиус – это как раз величина, которая входит в метрику шваршильда. Это, скажем так, вот как раз характерный размер пространственный, на котором эффекты общей относительности важны, выразился так. Ну, если говорить про черные дыры, то это фактически радиус горизонта событий в черной дыре. Значит, ну, сначала несколько исторических, так сказать, замечаний. Значит, ну вот, естественно, все, как всегда, начинается с Ньютона, который еще тогда давным-давно написал, что вот, а может, вот свет, как бы, может, тела действуют на свет на расстоянии, и если действует, то вот действие этих тел будет искривлять лучи, и, наверное, это действие будет тем сильнее, чем на меньшем расстоянии свет проходит мимо этого тела. Ну, то есть, точно так же, как происходит с массивными телами. Ну, и, собственно, что можно было сделать? Вот, грубо говоря, если у вас есть пробное тело, маленькой массы, вы его пускаете около большого тела, то можно рассчитать угол отклонения Ньютонской гравитации. Можно рассчитать угол отклонения. Значит, вот если в этом угле отклонения положить формально скорость этого тела равным С, то есть скоростью света в вакууме, вы получите вот такой вот угол. Как говорится, внимательно читатель заметит, что он в два раза меньше, чем тот, который был раньше. Значит, вот это значение, выведенное из Ньютоновской гравитации, вот оно так и называется, Ньютоновское значение. Вот тут была интересная история, связанная, так сказать, с Эйнштейном. Вот вы видите тут его фамилию. Значит, в 911 году, то есть, когда еще не было общей относительности, общая относительность появилась в 15-м году, Эйнштейн вывел этот угол для угол отклонения света, пролетающего мимо массивного тела, и вывел неправильно. Он получил, он используя СТО его, по-моему, вывел, и получил тоже величину, такое же, как получится из Ньютоновской теории. Значит, потом вот тут как раз приведена фотография письма. Он написал в Америку некому вот американскому астроному Джорджу Хейлу, директору там обсерватории и специалисту по Солнцу, и он спрашивал его, а можно ли вот этот эффект увидеть на звездах, на небе, как бы, при этом так, чтобы вот не ждать затмения Солнца. Сейчас я объясню, про чем тут затмение. Ну, тот ему ответил, что как бы нет, нам надо подождать все-таки затмение, ну, иначе как бы звезды, в общем-то, не видно. Значит, ну, и вот в 14-м году должна была состояться экспедиция на территории России для наблюдения затмения, для наблюдения этого эффекта смещения звезд во время солнечного затмения. Вот тут как раз вот это нарисовано, ну, я это подробнее расскажу. Значит, ну, началась, к счастью для Эйнштейна, Первая мировая война, и наблюдения не были сделаны. А в 15-м году тогда, значит, Эйнштейн выбил общую теорию относительности, придумал, точнее, он заново выбил эту формулу, ну, и выяснилось, что она на самом деле в два раза больше, чем вот это Ньютоновское значение. После этого в 19-м году уже было солнечное затмение, для экспедиции эффект был наблюден, и это стало, в общем-то, как говорится, одним из подтверждений того, что вот, чуть ли не первым, что общая относительность верна. Вот, значит, что это за наблюдения во время... О, заработало. Во время солнечного затмения. Значит, вот, если лучи света проходят около солнечного диска, ну, для нас, то вот свет должен, лучи света от далеких звезд должны оттаниться вот на такой угол. И вот смотрите, вот была звезда вот здесь, если вот луч света вот так прошел, ну, он как бы совсем по границе, тот рисунок такой, отклонился, пришел к нам, то мы увидим, нам голову нужно повернуть не сюда, чтобы увидеть, где звезда находится, а вот сюда, то есть по прямой линии. Поэтому вот это вот истинное положение звезды, как бы смесь, ну, оно-то, кажущееся положение звезды станет другим. И вот с точки зрения Земли, если смотреть, то вот видите, вот, где пустые кружочки, вот там была звезда, а вот во время солнечного затмения они вот сдвинулись вот от этого диска. Значит, вот если солнечного затмения нет, то наблюдать это нельзя просто потому, что солнечная корона мешает вообще солнечный свет. Поэтому нужно ждать солнечного затмения, когда вот эти звезды станут, когда мы одновременно будем видеть и солнечный диск, и звезды. Вот. А это прям реальное смещение на картинке, вот так вот прям, насколько много видно? Я практически уверен, что... Нет, конечно нет. Потому что... А сколько это было? 0,08 угловая секунда? Ну вот, один. Это одна угловая секунда, а размер солнечного диска, по-моему, полградуса. Поэтому тут явно не в масштабе. Вот это смещение в 2000 раз меньше, чем диаметр солнечного диска. Ну, я так быстро не считаю, но очень, может быть, неизважно. Вот. Так, ну, собственно, тут еще несколько моментов, что, значит, ну, в какой-то момент вот некий товарищ по имени Лодж придумал, что можно все это называть, вот это смещение, этот эффект можно наблюдать, как бы называть его типа, что это линза такая, то есть свет искривляется. Значит, потом придумали, что за счет этого возможно образование нескольких изображений одного и того же источника, я сейчас буду показывать. Ну, и вот еще такой интересный момент, связанный с тем, что если вот, опять же, я буду позже более подробно говорить, если возможно образование, не просто сдвиг этого изображения, возможно образование, скажем так, кольца, то есть то, что изображение, оно превращается в некое кольцо, это кольцо обычно называется кольцом Эйнштейна. Значит, ну вот, как говорится, Россия родина сломов, вот некий был Хвольсон, товарищ, который вот в своей статье какой-то там, буквально там статья, как-то такие два абзаца, но он там в последнее предложение по-немецки написал, что вот возможно кольцо, и поэтому в российской литературе эти кольца называются кольцами Хвольсона Эйнштейна, и в данном случае про Эйнштейна говорят, а западные говорят кольца Эйнштейна, и на эту тему говорят, что вот Гигас Кэст, Гет Солд Эмил, что Эйнштейн все как бы присвоили, хотя как бы он тут сделал все это гораздо портно. Вот, ну хотя сейчас говорят, что все-таки там в каком-то там еще 12-м году Эйнштейн про это написал в каких-то неопубликованных письмах, и поэтому на самом деле все исторически верно. Значит, однако вот Эйнштейн, ну на самом деле там была тоже какая-то некая интересная история, на самом деле вот он эффект вот этого сдвига звезды, что-то там клинитно вот уже именно к звездам, считал по просьбе некого какого-то чешского инженера Мангла, который к нему приехал и попросил, сказал, что вот надо так сделать, рассчитать, Эйнштейн написал какую-то статью там, чуть ли не в Nature, но я сейчас уже не помню, причем он там написал редактору, что вот статья, конечно, какая-то такая, но бедный парень будет рад, значит, в общем, но он сказал, что, конечно, нет у нас возможности вот наблюдать выяснение вот нескольких изображений, ну, что мы, короче, экран не увидим. Однако вот годом позже вот Фрид Слики, эту фамилию, может быть, вы, ну кто был на школе, должны были ее слышать, это такой астроном, кажется, швейцарский, который, собственно, вот первый придумал, что вот есть темная материя, вот, вскрытая масса и так далее, вот он же, так сказать, дотворил у многого этих делов, вот он сказал, что вообще говоря, мы, наверное, можем это наблюдать, этот эффект нескольких изображений, если мы в качестве линзы гравитационной, гравитационные линзы, это как вот само вот это тело, гравитационные линзы, это вот это массивное тело, которое, собственно, отклоняет лучи, если мы в качестве линзы возьмем не какую-то там просто звезду, а возьмем скопление галактик, у него масса там будет в 10-12 раз там больше, чем обычно одной звезды, и поэтому угол будет побольше, и, в общем, мы все это увидим. Вот, ну, тем не менее, это все там не наблюдалось до тех пор, пока вот в 63-м году были открыты так называемые квазары. Значит, квазары — это наблюдаемые ядра активных галактик, то есть вот по современным представлениям считается, что в центре галактики, каждый, в том числе и в нашей галактике «Минячный путь», находится так называемая сверхмассивная черная дыра, у которых вот масса, скажем, 10-6-9 масса Солнца. Вот. Ну, то есть, если, скажем, просто черная дыра образуется в результате эволюции обычной звезды, то у нее масса будет на порядке солнечной. А вот сверхмассивные черные дыры, которые вот в центре галактики, у них масса, соответственно, миллион-миллиард раз больше солнечной массы. И вот на эту массивную черную дыру в центре галактики падает вещество, разогревается и излучает. И вот размеры этой области, скажем так, относительно малы, относительно галактики. И на небе мы видим такой очень точечный, очень точечный, но очень яркий объект. И вот для... При этом они еще очень удаленные. И по этим причинам вот эти объекты, они очень, как бы сказать, хороши для гравитационного литерния в том смысле, что они хорошо ему подвержены. Они очень далеко, то есть, есть вероятность больше, что они пройдут через какую-то там массу, рядом с какой-то большой массой. Вот. Плюс очень яркий, ну и так далее. И вот, но тем не менее, значит, было очень много работы на эту тему, но до 79-го года все это в некотором астрономической среде считалось некой экзотикой там. Ну там какие-то звезды, что там в несколько штуках. Ну ладно, что там, даже люди говорят. Но вот в 79-м году, собственно, был открыт первый кандидат на гравитационную линзовую систему, то есть два изображения одного и того же объекта. И вот в 83-м году стоялась первая международная конференция на эту тему. Значит, ну вот, наверное, с историческими замечаниями все. Значит, вот пару слов по поводу теории гравитационного линзирования. Значит, вот, как я показал, вот есть вот этот угол отклонения. Значит, если луч света пролетает мимо точного лисферическо-симетричного тела, он отклоняется на этот угол, который называется угол Эйнштейна. Значит, вот, собственно, теория линзирования, она работает с геометрической оптикой, в вакууме. И вот основной термин – это вот как раз угол отклонения, дефершен энгел. Значит, обычно используется приближение слабого отклонения, то есть, как я сказал, уже эта формула, угол Эйнштейна, она приближенная, но обычно ее для всех астротфизических приложений хватает вот так. Вот. Еще одна интересная особенность, которая нам важна для дальнейшего изложения, что вот этот угол отклонения Эйнштейна не зависит от частоты фотона, ну и не зависит от энергии фотона. То есть гравитационное линзирование, оно ахроматическое. Вот. И, ну вот, а точное выражение для угла Эйнштейна, то есть, господи, точное выражение для угла отклонения луча света пролетающего тела, оно там записывается через лептические интегралы, то есть оно не аналитическое. Ну и вот, собственно, здесь приведен пример вычисления траектории фотона. Значит, вот смотрите, берем, значит, звезду, она испускает луч света. Значит, вот этот луч света мы называем источник, такая терминология, значит, источник. Значит, вот этот вот свет от источника луч идет около массивного тела, ну в данном случае вот это, это все, кстати, в масштабе сделано, расчет, вот это как бы черная дыра. Значит, проходит свет мимо нее, отклоняется и попадает вот тут к наблюдателю. Значит, соответственно, наблюдатель видит вот эту вот звезду вот здесь, в другом месте, он ее по прямой линии не видит, а здесь не видит. То есть путь, и вот это называется изображение источника. Значит, вот можно сказать, что как бы гравитационное линзение, оно меняет угловое положение источника. Ну, то есть нереальное, конечно, наблюдаемое меняет положение. Вот. И вот самый интересный здесь феномен заключается в том, что в результате вот того, что луч света идет не по прямой, возможно образование двух изображений одного и того же источника. Значит, вот здесь приведет пример, самый простой гравитационные линзы, точечные вот линзы, ну, здесь дискисиметричные. Значит, смотрите, что будет. Вот есть источник, настоящая звезда. Значит, луч света идет с двух сторон, вот. То есть здесь два разных луча идут с разных сторон от линзы, ну, то есть массивного тела. И в итоге наблюдатель, который вот здесь видит вместо вот этого реального изображения, видит два изображения, по разные стороны от линзы. Окей? Значит, вот тут всегда обычно спрашивают после, а почему как бы другие лучи, кроме этих двух, собственно, не придут к наблюдателю? Значит, вот я как бы все думал, как это объяснять. Значит, вот, грубо говоря, так, ну, казалось бы, люди говорят, ну, вот еще куда-то луч сюда пойдет, там, как же так, почему он сюда не попадет. Значит, вот все другие лучи, которые не лежат в плоскости вот этого рисунка, они не придут к наблюдателю, просто потому, что, значит, вот траектория луча света, она, во-первых, плоская, естественно, в силу симметрии. И эта плоскость должна проходить через, собственно, источник, линзу, ой, это круто, через линзу, ну, и чтобы она потом попала к наблюдателю, она должна пройти через наблюдателя. Мы можем через три точки провести только одну плоскость. А если они на одной прямой? Если на одной прямой, это будет чуть позже хороший вопрос. Значит, основной идеей этого слайда, что вот возможно образование нескольких изображений. Значит, вот, кстати, вот этот пример первой наблюдавшейся гравитационно-линзовой системы. Значит, вот этот вот А и В, это один и тот же источник, а вот это, это линзирующая галактика. Ну, на самом деле, стоит оговориться, что в данном случае, конечно, линзы не являются точечной, и все более сложно, но это для, как бы, для иллюстрации. Значит, вот угловое расстояние между этими двумя объектами в шесть угловых секунд. Вот. Значит, теперь смотрите, вот этот случай, который я рассмотрел, значит, вот это для точечного источника. Если источник точечный, то мы получим два точечных изображения, два точечных его изображения. Однако, если источник не точечный, а представляет собой, как бы, ну, какой-то не конечный размер, короче, то наблюдатель будет видеть искривленное, деформированное изображение. Он будет видеть две вот такие дуги. Причем, чем лучше спрямлено вот эти источники, линзы, наблюдатели, чем ближе они к тому, чтобы быть на одной прямой, тем размеры этих двух больше. Но я думаю, по крайней мере, интуитивно это понятно. Вот. И вот если источник линзы и наблюдатель становится совсем на одной прямой, в этом случае, как вы понимаете, можно провести много плоскостей, в этом случае образуются не два изображения, а образуется одно вот такое кольцо. И, собственно, вот это кольцо, которое я ранее упоминал, называется кольцо Минштейна или Минштейна-Хвольсона. Вот. Ну, реально, прям вот, чтобы совсем было цельное кольцо, не наблюдается, конечно. Наблюдается нечто вот... Ну, вот, собственно, значит, вот некое модерирование вот этих дуг. А вот, собственно, вот называют это кольцо Минштейна. Хотя оно, как бы, в общем, тут немножко не то, что полностью, но тем не менее. Вот называют кольцо Минштейна. То есть это наблюдение. То есть удаленный некий объект, он вот этим гравитирующим другим объектом, как бы, так размазывается для нас. Значит, это все, если линза обладает сферической симметрией. Если линза не обладает сферической симметрией, а не нарушенную симметрию, и какое-то сложное распределение массы, то, в принципе, может получиться сколько угодно, ну, как теоретически, изображение источника. То есть, если мы зададим какое-нибудь там распределение массы сложное, можно получить все, что хошь. Ну, хотя там есть некие там теоремы, там, в общем, довольно такая топологическая наука, там всякие привопроводцы каустики, особые точки, в общем, все очень запутанно, я это не особо или не понимаю. Ну, в наблюдениях, тем не менее, обычно видно четыре изображения. Ну, часто. Видно четыре изображения того, что есть источника. Вот это так называемый Клаверлиф Квазар, то есть, из Кребера. Вот тут как бы проиллюстрированный его эффект, что тут есть какая-то несоветически симметричная галактика, вот источник, от него лучший свет преломляется, видим четыре штуки. То есть, в наблюдениях это выглядит вот так. То есть, вот это четыре, а это одно и то же. А как поэшит одно и то же? Вот мы наблюдаем одно и то же время, так? Да, об этом будет специальный слайд, окей? Поэтому я сейчас ни слова не скажу. Значит, ну, самое известное из таких четырехкратных изображений, это, естественно, Крестенштейна, про который, наверное, многие слышали. Вот тут, опять же, А, Б, Ц, Д — это четыре изображения одного и того же Квазара, а в центре это ядро вот этой линзирующей галактики. Вот. Значит, на самом деле таких систем довольно много, там порядка сотни таких людей видят на небе, где вот там несколько штук видно. И вот, кстати, например, несколько лет назад была вообще такая занятная системка, тут два кольца Эйнштейна видно, вот одно и другое. Такая штук нагадалась. Совсем как бы уникальный случай. Так, ну вот. Это хороший вопрос. Значит, по-моему, по-моему, авторы, которые дают модель вот этого, они говорят, что, значит, да, линза одна, а источников два. То есть, да, вот это один источник разум размывается, это другой, да. Кроме этого, есть еще вот какой эффект. Из-за того, что изображение деформируется по сравнению с реальным, у него как бы на небе возрастает, меняется, вот если так, угловой размер источника на небе, становится другим. Собственно, у каждого изображения, вот, у них у каждого свой угловой размер в общем случае. И он может быть больше, чем размер угловой реального источника. Может быть меньше. То есть, может быть по-разному. И вот это называется эффектом усиления при гравитационном линзировании. То есть, короче, для наблюдателя это выражается в том, что поток от изображения становится другим по сравнению с тем, какой бы он был, если бы линзы не было. За счет того, что угловой размер изображения становится другим, чем вот был. Не знаю, понятно его лиц. Нефигейшее увеличение, чем... Да, но на самом деле этот коэффициент, он может быть и меньше единицы. Это просто такое выражение. Фактически в современных условиях гравитационное линзирование содержит много эффектов. Во-первых, это изменение углового положения источника. Во-вторых, это несколько изображений, называют градными обычно. Потом изменение потока изображения в сравнении с тем, какой бы он был. От источника, усиление, потом изменение формы источника. И еще вот такой интересный эффект – временная задержка. Свет от линзированного источника, то есть, если свет от удаленного источника идет мимо этого примитирующего тела, он приходит к нам за другое время, чем если бы он шел в плоском пространстве по прямой. И это является, на самом деле, суммой двух эффектов. Во-первых, возникает геометрическая задержка, связанная с тем, что он идет по другой траектории. То есть, это уже не прямая линия, а, если бы совсем грубо говорить, две стороны треугольника. Во-вторых, есть еще такой эффект, называется он Шапира... Задержка... Господи, как это сказать по-русски? Да, по-русски называется эффект Шапира. Значит, собственно, дополнительная временная задержка еще возникает за счет того, что, собственно, свет движется не просто по какой-то кривой линии, он движется еще и в гравитационном поле. В гравитационном поле, вот, это следует относительности времени, идет по-другому. Но они складываются? Они складываются, да. Ну, и, кстати говоря, вот, это такой независимый метод определить постоянную Хаббла. Ну, я не буду тут углубляться, наверное. Значит, ну, фактически вот сейчас, вот, я тут написал, значит, что гравитационное лидерирование представляет собой очень такой мощный астротизический инструмент для изучения удаленных объектов, темной материи, кругоморставной структуры Вселенной, релитовое излучение, открытие планеты для проверки общей теории относительности. Ну, и сейчас я, наверное, тут тоже про это что-то расскажу. Значит, вот, в современной гравитационном лидерировании теория делится на такие три большие области, делится с наблюдательной точки зрения. Значит, вот, первая область, большая, это так называемое сильное гравитационное лидерирование. Значит, слово сильное здесь означает сильный эффект. То есть, сильный эффект, это значит, что мы реально видим несколько штук вместо одного, или видим такой вот очень деформированное изображение, такую арку, что нам сразу понятно, что это как бы что-то там, что оно пролинзировалось. Значит, вот это называется сильное линзирование. То есть, как раз мы фактически родили несколько штук. Ну, и вот, значит, был вопрос, как же люди понимают, что это несколько изображений одного и того же объекта, а не несколько разных штук. Значит, вот, expectation, full point, или extender, то есть, протяженного источника. Значит, во-первых, чтобы сказать, что вот это намек, что есть линзирование, во-первых, мы должны иметь где-то близко на небе несколько вот этих квазаров, то есть, вот этих очень ярких точечно-подавленных источников. Или несколько там каких-то других источников одинаковых. Или вот видеть явно какую-то очень хорошо деформированную структуру. Значит, фактически вот люди говорят так, что вот, скажем, в обычных условиях, грубо говоря, там квазар, там квазар, там один, вот другой, а тут друг, бац, вот несколько штук рядом. И что это уже само по себе сильно наводит на размышления. Значит, далее, до этих объектов должно быть одинаковое расстояние. Расстояние по стратегике вот меряется, вот красная смеща, ну, фактически по эффекту Доплера, с петральной линии претерпевают сдвиг, в общем, мы можем по вот этому красному освещению определять расстояние до стратегического объекта. То есть, короче, у этих двух источников, они должны для нас быть как бы на одном расстоянии. Потому что, как бы точно вряд ли это как совпало. Все хотят поправить. Они же еще по разным траекториям вроде идут вблизи этой большой массы. Это что за замечательство? Ну, я просто думаю, что этот эффект гораздо меньше. То есть, да, и обычно, вот, если речь про эти квазары, то у них довольно большое красное смещение. Ну, на самом деле, не совсем, ну, в общем... Ну, да, это оставило. Ну, вот я сейчас по другую вещь скажу, это рот я еще как раз про это буду. Значит, вот, ну, потом еще должна быть, естественно, какая-то объект, который будет линзой, где-то, причем ближе, с красным ощущением меньше, то есть ближе к нам, чем вот эти источники. Ну, и вот, значит, вот отношение потоков разных спектральных диапазонов должно быть одинаковое для всех изображений, что уже очень такое, как бы, не абы как, потому что оно, вот, как бы, линзирование ахроматическое, то есть вот на разных частотах должны отношения, вот... То есть потоки разные, но на разных частотах они должны эти отношения совпадать. И вот временные, при этом, вариации этих спектров тоже должны быть как-то друг другом связаны. Так вот, как раз вот с тайной Хаббла. Значит, вот из-за того, что лучи идут по разным траекториям, вот эти вот временные вариации, они будут как бы задержкой друг относительно друга. И вот если, грубо говоря, вы видите несколько кривых линий, если вы все эти спектры совместите по времени, то вы, зная вот эту временную задержку для нескольких штук, вот отсюда можете выводить постоянную Хаббла, она там просто будет входить в уравнение. Причем это все вообще очень здорово, потому что вот это вот данный случай, постоянная Хаббла будет слабо зависеть от космологической модели. То есть, грубо говоря, ну космологическая модель в том смысле, что то ли у нас там темная материя, то ли у нас там темная энергия, то ли у нас их нет, и как бы... А вот вообще, как бы, Хаббла от этого зависит, а вот тут он будет слабо зависеть, поэтому это хороший способ. И это делается. Ну и получаются там какие-то разумные значения, там типа 75-ти там. Ну, в общем, я ответил на вопрос. А вопрос другой. А вот как это так получается во время совмещающих спектра? У вас же идет, наверное, просто непрерывный потом... А, я имею в виду, а вариации, вариации смещают. То есть, говоря, у вас вот какая-нибудь тревателька, тут раз пик какой-то, раз учет чего-то, и вот, ну и вот... А вот другого, этот пик расположен, и мы их так рамяем. И длиннее. Дорожное сессо занято. Как нольки. Значит, вторая большая область гравитационного лензирования, это так называемое слабое лензирование. Значит, вот слово слабое здесь, опять-таки, означает слабый эффект. То есть, слабо изменилось изображение, ну, там, чуточку деформировалось. Или слабо поток изменился. Значит, если вы смотрите на какую-то одну галактику, то вы этот эффект увидеть не можете. Потому что вы реально не знаете, какой от нее должен идти потоп, если линзы нет. И вы не знаете, какая у нее реальная форма, как она там к вам повернута. То есть, какая она должна быть. Она может быть чуть-чуть деформироваться, но вы не знаете, это там линза какая-то, то есть масса какая-то есть, или просто так бы оно и пришло. Поэтому, глядя, на одну галактику мы это сказать ничего не можем. Вот тут как раз что-то такое нарисовано. Значит, однако, если мы рассматриваем много-много-много галактик, то, проведя статистический анализ, мы можем увидеть вот некую, я бы сказал, поляризацию этих изображений. То есть, у них будет какая-то преимущественная деформация. И вот используя вот этот метод статистического анализа, можно восстановить... А, вот еще хорошая картинка. То есть, вот они вот так вот. Вот такие кружочки, грубо говоря, становятся такими эллипсами. Это моделирование? Ну, вот это, конечно, да. Значит, а вот тут уже нарисовано какое-то наблюдение. Значит, и вот, проделав этот статистический анализ, можно восстановить распределение... Гравитационный потенциал можно восстановить, который на пути вот этих лучей света. И вот, собственно, это один из таких наиболее правоподобных, скажем так, методов для того, чтобы установить существование темной материи. Ну, темная материя, значит, ну, опять же, кто был на школе, слышали, что вот по современным космологическим представлениям у нас вот... Мы знаем, грубо говоря, общую плотность энергии во Вселенной. И вот, грубо говоря, плотность барионной составляющей, то есть обычного вещества составляет, вот так получается, наблюдение, только примерно 5% этой общей плотности энергии. И вот считается, что еще 25% заняты, так называемой, некими темной материи, так называемой, то есть некими там частицами неизвестной природы, которые создают гравитацию. Ну, еще 70% заняты, так называемой, темной энергией, про которую ясно еще меньше. Но, в общем, она приводит к разным, в общем-то, наблюдаемым эффектам, типа того, что вот сейчас уже считается, что Вселенная расширяется не просто расширяется, а расширяется ускоренно. И вот, собственно, по-моему, в прошлом году за это Нобелевку и дали. Значит, ну, в общем, вот такой вот независимый... Значит, почему, собственно, это хороший способ линзирования? Потому что свету, собственно, все равно, что его отклоняет. Он отклоняется к гравитации, ему до лампочки. Это барионная материя или не барионная? Вот он отклонился, мы можем это как-то рассчитать, мы видим, что там массы столько-то. А энергия не может, что ли? Тут про материю написано, темная энергия. Темная энергия — это вообще отдельный вопрос. Ух, а энергия вроде везде одинаково. Я тут, скажем, точно не буду отвечать за то, что я сейчас скажу. Но там, насколько я понимаю, есть два направления. Ну, во-первых, угол линзирования изменится, насколько я понимаю, если вот это уравнение Эйнштейна зафигачить еще вот эту лямбду, то угол троней будет другой. Это раз. Во-вторых, это первое направление, когда говорят про темную энергию, связанную с линзированием. Во-вторых, там еще как-то вот, это я как раз точно не очень хорошо понимаю, вроде бы, если как раз смотреть вот источники на разных расстояниях, то как-то вот там тоже можно этот, то ли темп расширения, то ли еще что-то выудить. И вот такие проекты сейчас вот есть, собираются что-то такое запускать, но я вот там, я, честно говоря, не могу это, я это физически точно не сам не понимаю. Ну, в общем, да, то есть вот фактически, наверное, единственный вот метод вот темную энергию, это вот как-то полинзирование это делать, да. То есть вот когда раскрыли ускоренное решение Вселенной, вот это вот в 98-м году, за что Нобелику дали, там ускоренное решение Вселенной следовало не из существования темной энергии, там, по-моему, нам про нее вообще никто не говорил, там просто наблюдались удаленные источники, и по их красным смещениям как раз там можно судить о том, что вот они, не просто скорость у них есть от НАСА, но еще и они ускоряются. Но там, правда, тоже есть, надо сказать, вопросы. То есть Россия, например, много не согласна. Ну вот, кстати, вот такая выдержка тут из одной книжки про эвакуационное лидирование. Значит, что вплоть до... Кто не согласен? Что что? Кто не согласен? Ну, фамилии я точно не назову, но как бы вообще говоря, говорят так, что для того, чтобы говорить о том, что вот эти объекты... Ну ладно, окей. Значит, вот как это наблюдается? Говорится, откуда следует это вскоренное решение. Значит, вот есть очень далекие сверхновые. Значит, вот для того, чтобы сказать, что они... Значит, как меряется до них расстояние? Там, по-моему... Вот я тут, кстати, зря ляпнула. Там меряется не по, по-моему, красному свещению, а по потоку от них приходящему. Это так называемый фотометрический метод определения расстояния. Так что я неправильно тогда сказал. Значит, и вот для того, чтобы вот так вот по потоку определять расстояние, нужно знать, грубо говоря, внутреннюю, присущую светимость этим объектам. И вот этим объектом, там такое употребляется понятие, называется стандартная свеча, то есть объект, для которого известна его светимость. И вот как бы, зная при этом, сколько до нас приходит, можно восстановить расстояние, и вот получается, что они ускоренно... там, они там не ложатся на линию. Получается, что они ускорены, вот эти очень-очень далекие в космологических состояниях объекты, что они от нас движутся ускоренно. Однако, вот, собственно, что обычно говорится, какие претензии к этому нету? Претензия в том, что, собственно... А почему мы считаем, что вот у всех этих сверхновых, что они будут являться стандартными свечами? Откуда мы знаем, может быть, грубо говоря, это же довольно древние сверхновые, может быть, там, когда на ранних этапах формирования Вселенной, там вообще как-то все эти коллапсы звезд по-другому происходили. И вообще, почему мы можем... Вот какие-то близкие к нам сверхновые, которых вот... Почему мы как бы говорим, что у них будут такие же свойства? Потому что состав Вселенной другой, как бы, в рождении. Ну, в том числе. Потому что, как бы, с эволюцией Вселенной, как раз, роль вот этой темной энергии возрастает. Вот. Но, кстати говоря, на самом деле, вот наиболее хорошим методом для определения космологии космологической картины, это по анистропии релитового излучения. Ну, я не буду сейчас вот углубляться, но вот это там как раз довольно все лучше видно. Так вот, вот тут такая цитата, что, значит, там вплоть до недавнего времени вот это слабое литирное, то есть когда по статистическим анализу многих-многих галактик определялось распиление вещества, считалось вот на устном сообществе, как некая темная магия, черная магия. Вот как бы тут цитата некого члена экзаменационного комиссии до диссертации, что вот, я не понимаю, как бы, вот вы, у вас есть распиление массы, про которое вы ничего не знаете, вообще вы не видите, может быть. Значит, вы еще наблюдаете кучу источников, про которые вы тоже ничего не знаете, и вы, тем не менее, заявляете, что вы можете что-то сказать про распиление массы из всего этого. Значит, то есть причина этого заключается в том, что линзирование, в данном случае, действительно слабо, то есть эффект на одной галактике совершенно не виден. Вы не можете вот это вот... То есть я вот тут, конечно, вот это нарисовано, но реально, если вы смотрите глазом, тут просто это все очень сильно искажено. То есть, да, как называется, экзабирейд, то есть преувеличен эффект. Но, грубо говоря, если вы смотрите реально глазом, вы не увидите вот этого эффекта, то, что вот они как-то вот поляризованы, скажем так, в каком-то направлении. То есть вот, скажем, примерно такой же анализ статистически делают, когда вот изучают вот эту анистропию ликтового излучения. Опять-таки я все-таки к ней вернулся. Значит, но, однако, когда вы говорите про анистропию ликтового излучения, вы, по крайней мере, можете нарисовать карту этого ликтового излучения, там она не видна, что вот оно неоднородно. И вот вы говорите людям, ну вот оно неоднородно, а теперь я это про... сделаю анализ и увижу, что там вот много чего-то интересного. А тут-то вообще ничего нельзя нарисовать, просто куча точек, на которые взглядом он совершенно ничего не скажет. То есть нужно только анализ проводить. Но вот однако сейчас уже это... То есть, грубо говоря, я бы выразился так, что раз уже авторы классики, скажем, этого линдирования позволяют себе писать, что когда-то все это было черной магией, видимо, эта фраза уже означает, что сейчас уже к этому относятся хорошо. Иначе бы они так вот не позволяли себе отрицательную сказанность в адресе, по-моему говоря. И вот сейчас уже как бы это метод, за который у вас физического сообщества заслуживает полного доверия. Значит, у разных групп сходятся результаты. И вообще фактически это становится таким... Наверное, это второй по значимости, я бы сказал, инструмент для космологии даже. Чем вот это реликтовое излучение? Потому что, ну, в общем, неохота сейчас объяснять, что такое реликтовое излучение не брать в доклад, но фактически вот реликтовое излучение, вы на нем видите, вот по анисторопии, только некий один момент в эволюции Вселенной. Только фотография фактически состояния ее в одно конкретное время. А в случае линдирования вы можете, значит, посмотреть. Сначала очень далекие много-много галактик, потом взять галактики много-много поближе. Тем самым вы можете восстановить структуру плотности не просто в какой-то один момент времени, а фактически за все время. То есть, как бы такое 3D вы делаете. И в этом смысле для космологии это даже как-то и круче, чем изучение анисторопии линдового излучения. И, в общем, это сейчас и делается со страшной силой вообще. Ну, я в этом сейчас не понимаю, я теоретик. Ну, и вот третий большой наблюдатель на области ориентирования это так называемое микроориентирование. Значит, микроориентирование это версия сильного ориентирования. Значит, что это все значит? Значит, вот если вы, если у вас в качестве линзы выступает галактика или скопление галактики, то не вот эта масса, там, 10, 11, не знаю, 10, 12 масса Солнца, то вы вот реально видите, вот это крест Эйнштейна, видите, что два разных изображения, 4, то есть, да. Однако, если вы возьмете в качестве линзы звезду, там, солнечной массы, то эффект будет не секунда, значит, вот если взять галактику, хабрин галактик, то это будет порядка секунд между ними, угловое разрешение. А если взять звезду, то будет угловое разрешение порядка микросекунды, 10 минус 6 секунды. И такое разрешение угловое современными телескопами недостижимо. И поэтому в случае, если, грубо говоря, линзирование происходит на звезде, то единственный наблюдательный эффект от этого возникает в том, что увеличивается поток. То есть, вот есть 4 изображения одного и того же Базара, Крест Эйнштейна, они линзируются вот этой галактикой, большое скопление галактики, которая вот тут вот находится. Значит, но поскольку вот тут еще между ними ползают какие-то отдельные звезды, мимо проходят, сейчас будет видео, то поток от вот этих вот изображений, он как бы меняется со временем. Вот тут как бы 91-го год картинка, и 94-го. Вот вы видите, что поток немножко стал разный. Это вот за счет того, что происходит еще линзирование на отдельных звездах внутри галактики. Вот здесь есть видео, хорошее. Один мой знакомый, но есть со мной. Хорошее видео вижу только я. Значит, что здесь сейчас будет? Вот есть некий вот этот квазар, одно изображение, как бы вот оно, на такое размазанное. И вот оно, мы на него смотрим, то есть это одно из вот этих четырех, условно говоря. И вот между ним и нами идут вот эти вот крестики, звезды. И из-за того, что оно на них линзируется, оно вот так вот распадает. Все это, естественно, не видно, это просто такая симуляция. Мы увидим только увеличение, изменение потока. А изменение потока — это изменение углового размера этой штуки. Сейчас можно будет увидеть, что у нее будет, поскольку она вся будет вот так вот, у нее угловой размер будет иначе, чем у... То есть он, кажется, будет меняться. Вот такая, грубо говоря, окружность, она как бы разными цветами, вот она прет через звезды, и вот каждая звезда ее по-своему линзирует, и она вот так вот распадается на разные штуки. Значит, еще раз, в наблюдениях этого не видно, мы видим только изменение потока от вот нее. Мы как бы все равно видим вот так. Значит, ну это как бы... Значит, вот тут она разделена на несколько областей, то есть это, грубо говоря, такая, три концентрических окружности, такая мишень рисована. Белая, желтая, красная. Вот, грубо говоря, это, если представить, что... Сейчас, могу сказать, да. Короче, фактически это рисуется изменение углового размера, то есть изменение потока для одного цвета. Окей? Ну, на самом деле, я немножко вру, там, по-моему, вот одна из линий, это как бы только белая часть, другая, это белая плюс желтая, третья, это красная плюс желтая плюс белая. Ну, то есть, на самом деле, иллюстрация того, что, возможно, хроматизм, гинзирование вот в каком случае. Вот если вот этот вот, если эти три области реально имеют, грубо говоря, разный цвет, то есть, грубо говоря, излучающий объект излучает его разные области, излучает в разных диапазонах, центральное в одном, частоте другая в другом, то мы тогда, поскольку он протяженный, у него каждая область, грубо говоря, по-своему меняет свой угловой размер, то у нас будет хроматизм, у нас будет по-разному меняться спектр, ну, на разных частотах будет разное. И вот это как бы тут и иллюстрируется. Я ответил? Что-то я не помню, какая там дисперсия скоростей, что-то вроде, по-моему, 200 км в час. В общем, ладно, я боюсь соврать, лучше не буду отвечать. Нормально. Да, да, да. Это просто движение, грубо говоря, может быть, фактически что-то вроде теплового движения звезд на галактике, насколько я понимаю. По-моему, там что-то вроде 200 км в час, не помню. Так, и вот одно из самых таких, скажем так, эффектных проявлений вот этого микролизирования заключается в том, что с помощью него можно открывать планеты. Значит, вот смотрите, если у вас есть источник, есть линза, есть наблюдатель. То есть вот свет идет как-то к наблюдателю, искривляется, и вот когда вот эта вот линза проходит, как сказать, вот это стоит на месте, вот это стоит на месте, а линза как бы вот мимо проплывает. Тогда вот наблюдатель видит всплеск потока. Максимум соответствует, когда она как бы вот на одной линии. Вот. Если же у этой звезды есть еще и планета, вот она синенькая, то на планете как бы происходит дополнительное линзирование, и на вот этой вот линии возникает некая еще штуковина, но это на самом деле не всегда наверх, бывает и вниз, но в общем вот такое дополнительное возмущение. происходит. И вот это возмущение, оно как раз соответствует планете. И вот, грубо говоря, глядя вот на эту вот, ну вот тут еще одна, вот это какая-то, вот она яркость, увеличится, 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 то есть поток, потом падает, а потом украс опять ее. И вот такая. То есть вот это усиление за счет звезды, а вот этот планетный пик за счет планеты. Значит, вот это реально много денег видно, и по, как бы сказать, форме этих двух пиков можно, собственно, выводить, вплоть до того, что массу планеты выводить. И поэтому, грубо говоря, это сразу публикация в Nature, короче. Вот таких несколько штук открыто, это вот хороший способ сделать публикацию в Nature. Ну вот тут пара таких просто забавных комментариев на счет этого микролизирования, что вот тут какая-то тетенька говорит, что вот я вообще ничего не понимаю, вы ищете планеты, которые вы не видите, вокруг звезд, которые вы тоже не видите. Однако тут еще есть еще одна интересная история, что вот с открытием вот этих планет там большую роль играли, играют астрономы-любители. Потому что фактически нужно, насколько я это представляю, засечь просто вот какое-то такое событие. И вплоть до того, что вот то ли одна, то ли, может быть, и несколько, были открыты как раз астрономами-любителями. И там вот как раз эту историю рассказывают на конференциях про микролизирование, что вот там была некая тетя, тетушка, грубо говоря, ну вот смотрите, которая открыла планету, вот она говорит, что это пример того, что вы можете быть матерью, можете работать полный день, и тем не менее можете еще пойти и открыть планету. Ну, значит, теперь здесь, собственно, показано вот так называемую немного теории, в принципе, как теория работает. Значит, вот если у вас есть вот источник, линзы, наблюдатель, значит, вот свет поклоняется с ногами Эйнштейна, это единственное, где мы учитываем искривление пространства. Вот это все считается, что они находятся, грубо говоря, в плоском пространстве. То есть у нас есть просто некий угол, и он чисто геометрически, обычной геометрией связывается, можно связать вот реальное положение источника с его наблюдаемым. Просто получается квадратное уравнение, два корня, и, зная геометрию задачи, массу центральной системы, вы находите положение этих объектов. Значит, если же распределение много источников и более сложное распределение массы, вот там вводятся такие плоскости источника, плоскости линзы, мы, наверное, не будем тут все это подробно делать, получается некое такое уравнение, в котором, такое векторное уравнение, в котором вот тут как бы линзирование от каждой отдельной массы отсчитывается отдельно, они как бы независимо другим складываются. Ну, в общем, сухой остаток такой, что если у вас есть распределение массы, то вы можете, решив некое геометрическое уравнение векторное, получить, где будет находиться при заданном положении источника, где будет находиться его изображение, сколько его будет. А наоборот, если по изображению поставить? Значит, само собой, обычно задача ставится наоборот, потому что мы не знаем, где она на самом деле, а мы как раз видим источники. Может, значит, и обратная, собственно, и как раз обычно делается дообратная процедура. И там какие-то, кстати, возникают математические сложности, связанные с тем, что там она корректно не ставится, дообратная задача идет такое. Ну, тем не менее, да, реально, когда люди моделируют, вот видят какую-то линзовую систему, то как раз, грубо говоря, там берутся некие модели линз, модели этих галактик распределения вещества, и там подгоняются несколько параметров, так, чтобы получалась вот такая геометрическая картинка на небе. Так, значит, теперь вот такое видео, которое, скажем так, подытоживая то, что все, что я тут сейчас вам наплев, оно чуть не пашет. О, а, жаль. А если другим попробуем? Ну, а, плеер есть. Оружая музыка. Ну, он открывает все. А про что хоть видео-то было? Видео подытоживало все, что там вот я сказал, там показывает, как мы смещаем, как получается несколько штук, в общем, отлично видео. Значит, оно, в общем-то, наверное, гуглится, оно на YouTube лежит, я вот тут скачал по запросу в HTML-Lins. Ну, перерыв для людей, а для докладчиков попробовать открыть видео. А, ну, давайте, да. Перерыв. Скачал это улыбнее, может, здесь не отключится. Время ведется с поверхности Земли, атмосфера, надо будет. Не мешают такие, как, вреди? А, как бы. Время ведутся сзаткопами. Сейчас, еще раз. Значит, время делается сразу. Бывает, что есть сколько на Земле, бывает, что есть, сразу. Попросы. Видите, что вы видите? Почему, вы сказали, что вы видите? Вы видите? Ну, мое здесь. Человек привлечет или полуслета. ...не имеет любое распределение. Некий базис, в котором мы раскладываем. Вот это галактика. А тут есть кнопочка на весь экран. Это видео не такого качества, наверное, чтобы... Сравдно было больше. Я боюсь, если я сделал на весь экран, я потом что-нибудь еще не открою. Не, ну вот скейп там всегда... С места все легко. В общем, смотрите, вот у нас тут звезда, вот наблюдатель. Вот если ничего нет, то луч идет напрямую. О, а можно пальцем ткнуть? Ай! 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 Нет? Еще, не пошло. Еще раз. Запусти, а потом разверни. Ай! Да, действительно. Ай! 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 Ну вот, значит. Свет от звезды идет напрямую к наблюдателю. Теперь мы берем и пхаем на пути... вот тут солнца, значит. и вот чем ближе мы это солнце поджигаем, видите, тем больше смещается видимое положение изображения шраниц с источником и вот как мы это видим, вот сместилось естественно только одно из них так, ну вот показывается как получается удаленный источник, вот два их или даже вот, если сложно снять массу, там несколько штук вот, теперь вот, ну тут правая сняка, проведем не какую-то ось, симметрику, и вот чем ближе мы, видите, подводим, чем они более то есть принятие, вот, и вот получилась окружность так, ну дальше тут говорить, что вот если взять не одну галактику, вам много при сложных определениях материи, то как раз можно восстанавливать статистическую структуру а вот тут об этом говорится, структуру вот этой массы, собственно а источник один при этом нет, как раз суть в том, что источник на одном источнике, на одном ничего не было видно, он немножко изменился нам нужно взять очень много и провести анализ ну и вот тут как-то показано визуально, что восстанавливается потенциал, все такое прочее так, ну, теперь, значит, вот еще что, значит, вот уже углубляясь, вот значит, в обычной теории коррекционной линизирования, она содержится, вот, два стандартных, так сказать, вот две стандартных их особенности значит, во-первых, углы отклонения малы в том случае, что мы можем использовать угол отклонения Эйнштейна а не точную формулу во-вторых, все это рассматривается в вакууме, то есть линизирование ахроматическое ну, вот, значит, можно, так сказать, тем самым предложить такие два способа выйти за пределы вот этого стандартного рассмотрения первым из них это выйти за пределы слабого отклонения то есть, вот, грубо говоря, если у вас фотон идет далеко от черной дыры то он отклоняется вот так вот, скажем, слабенько но если его прицельный параметр будет меньше то фотон может описать одну или даже несколько окружностей и только потом пойти к наблюдателю вот, но в этом случае, естественно, угол отклонения не мал, он больше, чем 2 ки вот, значит, это, значит, первый момент и второе, что, а что будет, если мы рассмотрим вместо вакуума какую-то среду например, соответственно, в космосе это будет плазма свет сохраняется через звездную среду, которая представляет плазму значит, и вот в этом случае возникнут вот новые эффекты которыми вот я как раз и занимаюсь значит, ну, вот во-первых, значит, как я вот уже там показал эту картинку значит, вот в принципе, в ньютоновской гравитации у вас вы можете массивную частицу пустить по такой траектории, что она подойдет к гравитирующему телу но как сколько угодно малое расстояние потом улетит в техносительности это не так значит, вот есть некое фиксированное, скажем так, зависящее от массы значение радиуса, называется шваршильский радиус если вот, грубо говоря, луч света попадет, грубо говоря, внутрь этой области то она оттуда уже не выйдет вот это, собственно, и есть черная дыра значит, и поэтому вот как раз возможны варианты, что вот она или пройдет, если далеко, то немножко отклониться если пройдет близко, отклониться вот, может, обороты проделать и потом уйти а если мы его еще как бы ближе, сделаем представленный параметр еще меньше то он просто поглотится в черную дыру вот, значит, ну вот, фактически, вот это две схемы вот это вот как бы линзирование при малом, слабом угле отклонения а вот это линзирование при сильном угле отклонения значит, вот эти изображения, которые здесь, вот мы их видим вот это как в Кресте Эйнштейна, вот это наблюдается значит, а вот лучи, которые несколько раз оборачиваются они образуют, вот их так называют, релятивистские изображения хотя, конечно, это тоже релятивизм, так говорят которые гораздо слабше и они, несмотря на то, что тут так нарисовано они, на самом деле, очень, как бы это сказать слабо по углу отделены от самой вот этого черной дыры, скажем так короче, их очень сложно наблюдать, поток от них очень слабый короче, их не наблюдают ну, можно же сбоку выбрать а сбоку нельзя? в каком смысле? мы же не переместились туда мы уже привязаны сидел сбоку в смысле, на Пи пополам отклонения или что? вот насчет Пи пополам я слышал про Пи, вот можно делать обратный когда у нас как бы звезда вот здесь и она вот так раз, обернулась на Пи и придет к нам вот что-то по этому поводу работы, по крайней мере, есть хотя тоже наблюдать по тем же причинам нельзя а сейчас спустить на Пи пополам сейчас источник где-то здесь нет, можно сказать, что, возможно, мы такие видим звезды просто определить, что это что-то обернулось или реально, наверное, вообще сложно я бы сказал так, что вот уже далее Пи пополам даже интенсивность будет крайне мала то есть вот этот угол, на самом деле, он очень маленький который вот ну, значит, в этом случае нужно писать вот точную формулу для отклонения она вот в таком записи в виде интеграла там это все довольно легко делается из общей относительности он выражается через лектические ну, однако тут, наверное, все-таки не буду углубляться значит, тоже можно воспользоваться неким приближенным выражением оказывается, что вот этот угол отклонения вот в тех случаях, когда вот он чем ближе он становится, приближаясь к некому критическому значению вот что он расходится логарифмически и поэтому тоже можно написать, разложив вот этот интеграл что, кстати, нетривиально оказывается во всей процедурой получить вот некое, что это логарифмическое расходение тоже такую довольно простую относительно формулу для угла отклонения и можно, собственно, все вот эти релятивистские изображения то есть изображения, образованные фотонами, которые несколько раз обернулись тоже рассчитывать вот, собственно, мы тут делали работу в которой мы рассчитали свойства колец релятивистских то есть когда у нас источник черной дыры наблюдателя на одной прямой тогда у нас будет одно такое кольцо Эйнштейна, большущее и еще куча-куча таких маленьких тоненьких колечек вот этих релятивистских образованных фотонами, которые несколько раз обернулись Ну, естественно, это тоже наблюдать пока что совершенно невозможно. Однако почему-то вот эта тематика, когда угол отклонения выходит за рамки Эйнштейнского, а вот такой формулы записывается или вот такой, она почему-то сейчас очень популярна. То есть, собственно, в этой статье мы практически ничего такого, так сказать, гениального, я бы сказал, не сделали. Тем не менее, на эту статью у меня больше всего ссылок. Значит, у меня не так много ссылок, я еще молодой, но больше всего на эту. Значит, собственно, как раз почему-то вот этой темой любят заниматься люди, которые занимаются альтернативными теориями гравитации, потому что как раз вот когда вы говорите про большие углы отклонения, вы как раз сможете выуживать поправки, которые будут общей относительностью и альтернативной теории отличаться. То есть, собственно, понятно, что если мы вводим новую теорию гравитации, то она вот это вот у Солнца смещение звезд во время Солнца затмения должна давать уже такой же угол. И поэтому все теории гравитации, которые альтернативны, они на первых порядках расходятся с уток. Но в дальнейшем порядке они будут уже расходиться. И как раз вот, собственно, например, вот можно смотреть вот эти как раз альтернативные изображения, то есть тут уже угол будет как раз другой, если мы рассмотрим какую-то альтернативную теорию гравитации. И вот, видимо, поэтому это так сейчас популярно на самом деле. Но однако чисто так методически хочется заметить, что на самом деле отклонение от общей относительности на данный момент никаких не зафиксировано. Кроме там, возможно, была какая-то там аномалия пионеров, но там что-то позже говорят, мы косячили. В общем, в целом, несмотря на то, что куча народа занимается вот этим интернативными теориями, на самом деле наблюдательных приспособок к этому, можно сказать, что нет. Так, ну вот, все-таки теперь я довольно быстро расскажу про коррекционное ориентирование в плазме. Вот это, собственно, то, чем я занимаюсь. Значит, мотивация понятна, что в космосе лучи, свет распространяются вообще не в вакууме, а как раз в плазме через межзвездную среду. Значит, как нам сюда, в эту картину, учесть наличие вещества? Значит, ну, во-первых, мы все знаем со школы такой эффект, эффект преломления. Значит, если у вас есть граница, скажем, воздух, стекло, вода, то свет движется по криминейной траектории. Этот эффект не имеет никакого отношения ни к гравитации, ни к общей относительности, он называется преломление. Значит, оно возникает, если у вас показатель преломления, вы работаете в рамках генетического опыта, я имею в виду, если показатель преломления, явно зависит от пространственных координат. Про это говорят, что вещество неоднородное, пространство неоднородное. Значит, это преломление. С преломлением, в общем-то, все понятно, это давно, как говорится, изученная вещь. И поэтому, если вы, скажем, берете, скажем, вот это вещество неоднородное, там, вокруг черной дыры или еще что-то, то вы можете вполне все почитать, как говорится, все понятно. Однако, вот возникает, если так строго к этому делу подойти, возникает следующий интересный вопрос. А, собственно, вот само вот это гравитационное отклонение лучей, если мы возьмем среду, оно будет такое же, как в вакууме, как у Баннштейна, или другое? То есть, подозревается, что мы берем среду однородную, пространственно, то есть, в которой оказатель преломления не зависит от координат, в которой, то есть, преломления вот этого обычного не будет. То есть, вот если мы берем просто черную дыру, помещаем ее в дебритирующий объект, помещаем в однородную вообще среду, вот угол отклонения будет другой или нет? Значит, вот, как ни странно, вот это, собственно, как раз мой шеф придумал, поставил вопрос такой, как ни странно, почему-то нигде в литературе над этим делом никто не задумывался ранее, по крайней мере, мы не нашли. Значит, вот ответ здесь такой, что гравитационное отклонение будет такое же в среде, как и в вакууме, если эта среда не обладает дисперсией. А дисперсия, это значит, что указатель ловления зависит от того, чистоты явно. Значит, вот если дисперсии нет, то, как бы, получается, что вам не важно, или вы рассматриваете все в вакууме, или вы зальете все таким вот, с n равно константу, условно говоря. То есть, свет просто будет двигаться медленнее, но по той же самой траектории. Что, кстати, тоже нигде не написано почему-то. Значит, и самый интересный момент здесь в том, что, если мы рассмотрим среду обладающую дисперсией, то вот в ней, вероятно, они будут другие. Собственно, как мы эту задачу рассматривали? Значит, вот для того, чтобы все это рассмотреть строго, нужно, чтобы у вас была какая-то теория, которая в себе одновременно учитывала как наличие вещества, так и наличие гравитации. Значит, вот единственная известная мне вот эта такая теория построена, вот есть такая классическая книга по гравитации, Синга, вот, и в ней вот он построит модель геометрической оптики в кривом пространстве времени, то есть, ну, пространстве времени с гравитацией, и в произвольном веществе, при этом вещество задается показателем проломления, поскольку геометрическая оптика. То есть, когда мы работаем геометрической оптики, у нас все свойства вещества, они создаются просто в показателе уголовления. Если мы возьмем плазму с таким стандартным показателем уголовления, Омега-Е – это плазменная частота электронная, Омега – это частота фотона. Соответственно, плазменная частота зависит от концентрации этих электронов. Вот тут возникает такой интересный момент, что частота, поскольку есть еще и гравитация, она будет зависеть от пространственной координаты, то есть как время меняется в присутствии гравитации, так и частота меняется, это называется гравитационное красное смещение, в отличие от обычного красного смещения, которое объясняется эффектом Доблера. Фактически на этом сидит то, что как раз в этом гравитационном красном смещении сидит эффект, связанном как раз в том, что угол отклонения гравитационный даже в однородной среде будет другим. Мы вывели, вроде как первый раз, никто этого до того не уводил, такую формулу, что если вы рассматриваете вакуум, у вас угол Эйнштейна, а если рассматриваете в однородной плазме, то угол будет другой, даже в однородном случае, где у нас никакого преломления нет. То есть само гравитационное отклонение будет другим. При этом эта формула, как видите, зависит от частоты. На мой взгляд, это очень красивая формула получилась, зависит от частоты. Если мы устремим или частоту к бесконечности, или устремим Омега Е, то концентрацию плазмы сделаем равную нулю, то мы возвращаемся к Эйнштейненской формуле для вакуума. Ну, собственно, что у нас возникает из-за того, что есть... То есть, во-первых, он отличается, во-вторых, есть еще частотная зависимость некая. Значит, получается следующая интересная вещь, что вот если у нас есть источник линзы-наблюдатель, то в случае вакуума у нас все лучи разных частот идут по одним и тем же траекториям. То здесь получается, что лучи разных частот отклоняются на разные углы, и поэтому мы получаем вместо одного изображения со смесью всех частот, мы получаем такую радужную линию, в которой каждая точка – это своя частота. То есть, происходит как бы разложение... Градационная линза в однородной плазме разлагает свет в спектр. И, собственно, этот эффект Геннадий Семенович придумал назвать градационной радиоспектрометой. Градационная призма. Ну да. Ну, это как бы именно так, как говорится. Без рекламы нет успеха, как говорил Зайдович. Чтобы, короче, звучало, естественно, красиво. Значит, чем меньше частота у фотона, тем он отклоняется на более такой большой угол. Значит, фактически будут стоять радиоспектрометры. Эффект для космической среды, он будет существенен только если вы говорите про радиочастоты. То есть, нужно брать как можно более длинные волны или как можно более плотную плазму. Для оптического диапазона эффект пренебрежима мало. Ну и вот, собственно, картинка. Вот если у вас есть просто вакуум, то вы получите два точечных изображения источника. А здесь вы получите как бы такие две линии, что ли. То есть, набор многих изображений, каждый из которых образован на своей частотой. Вот. Ну вот я все хочу нарисовать картинку, чтобы реально такая радуга была. Ну а если речь идет про кольцо Эйнштейна, то тут бы оно было бы, если мы сместим на одну линию, то тут бы оно было бы просто такое тоненькое, узенькое. А здесь получилось такое толстое кольцо, у которого каждый радиус – это свой цвет, условно говоря. Ну, цвета – это условно, потому что, опять-таки, для оптики это не видно. Значит, ну вот тут мы делали некие оценки, на самом деле, для проекта «Радиоастрон». Вот один из, собственно, последних удачных российских запусков – это спутник «Спектр-Р», который запустил год назад, по-моему, такой «Радиоастрон», такой проект, то есть такой гигантский телескоп. Ну вот мы делали для него тут оценки некие. Ну, на самом деле, получается, что, конечно, наблюдать это довольно сложно, потому что нужно, чтобы, скажем так, плазма была довольно серьезно плотная. Ну, а там еще из-за этого, кстати, масса проблем возникает, если цвет распространяется плотной плазмой. Ну, то есть, короче, на данном этапе наблюдать это, ну, слабо вероятно. В общем, вот. Кроме того, еще меняется, собственно, сам спектр. Но тут я не буду подробно объяснять. Собственно, из-за того, что как раз, если у вас меняется закон угол отпаления, меняется, то у вас там все ползет, условно говоря. Все меняется, меняются, так сказать, усиления, закон усиления, отношения потоков меняются. И вот тут тоже возникает некий вот этот хроматизм. Так, а вот. Вот, кстати, есть очень интересная аналогия между движением фотона в плазме, в однородной, и движением массивной частицы в вакууме. Вот, оказывается, там это просто видно из уравнений даже, вот, если записать, как я вообще говорю, относительно записать движение массивной частицы, записать, вот, грубо говоря, в нашей модели записать движение фотона в однородной плазме, то там просто получается, что уравнения совершенно одинаковые, с точностью до замены, грубо говоря, переменных. Получается, что вот такой вывод делается, но он был ранее сделан, не нами, что, собственно, вот фотон в радиационном поле движется, фотон в радиационном поле в однородной плазме движется точно так же, как двигалась бы массивная частица в этом радиационном поле. Если у масса равна плазмной частоте, энергия фотона, энергия этой частицы массивной равна частоте фотона, и скорость этой массивной частицы равна групповой скорости сигнала фотона. И, кстати говоря, вот эту формулу нашу можно из этой аналогии просто легко и вывести, за нерой переменной. Но тут надо очень обязательно заметить, что не нужно думать, что движение фотона с меньшей скоростью в среде всегда аналогично движению массивной частицы с такой же скоростью. Это не так. Это верно только для однородной плазмы в силу того, что у однородной плазмы есть специфические показатели вновлений, специфического вида. Для всех остальных свет это не так. То есть потом, движущийся с некой скоростью меньше, чем скорость света в среде, он движется не так же, как двигалась бы массивная частица с такой же скоростью. Дальше мы тут развили все это довольно серьезно, и построили модель не только для однородной среды, но еще и для неоднородной. То есть фактически мы можем одновременно учитывать два эффекта. С одной стороны, гравитационное отклонение в плазме, которое отличается от вакуумного, вот это как бы новый эффект, и зависит от частоты, оно присутствует как в однородной среде, так и в неоднородной. И собственно, если есть неоднородность, то наша модель позволяет еще и преломление, обычное тоже учесть, которое, кстати, тоже обычное преломление, будет зависеть от частоты потому что плазма это не указать плане зависит от частоты однако вот это преломление не будет если всегда однородно вот ну и сейчас я наверное тут вот и все на самом деле обычно пропускают в разные модели рассматривали где бы нам это все можно было бы получил люди ну фактически я перейду вот к выводам значит во первых вот для сухого остатка вывода насчет гравитационного отклонения в среде значит вот если мы говорим про вакуум там вот гравитационное отклонение вот некое такое потому право на лунштейна если мы берем однородную среду без дисперсии то есть когда ты половление константы не зависит от не из пространстве кармана от чистоты то гравитационное клонение будет такое хотя след будет длиться с меньше скорость если мы возьмем среду однородную но обладающей дисперсии то есть показать клонение не зависит явно от кардио пространстве но зависит от чистоты тогда у нас гравитационное отклонение будет отличаться от угла инштейна и вот пример этого среда дисперсии плазма ну а если среда еще и не однородная то тогда нужно еще и головление учитывать ну и собственно правиль выводы про линзирование в плазме собственно вот основная тут результат стоит в том что вот как раз гравитационное отклонение отличается от вакуума зависит от частоты фотона и тем самым вот гравитационная линза плазмы она представляет собой гравитационный радиоспектрометра вот ну тут не буду говорить ну дальнейшем наш план этот совместить вот некую как раз сильное отклонение с плазмы то есть когда вот эти уже навеваться будет по-разному там нужно очень-то практически участвовать тем пишем там вывели всякие формулы большие и страшные это было очень сурово надо сказать вывод ну и в общем наверное я прихожу заканчиваю доклад на следующем вот тут такая интересная аналогия развлекательной цели вот если вы берете свечу то можно подобные эффекты подобные получить вот в ножке бокала то есть вы смотрите вот свеча вот смотрим тут идет типа 4 изображение свечи вот тут две дуги а здесь прямо вот окружность получилась значит кстати я вот пробовал это на самом деле очень нетривиально они в общем я думаю с этим долго пропарились чтобы вот это увидеть так вот не получается значит ну и последнее на чем я закончу я хочу показать видео как сделать гравитационное линзирование в домашних условиях значит как сделать гравитационное линзирование в домашних условиях значит это такая берем картинку вот потом находим объект массы земли ну и собственно помещаем это вставлены мы вот до размера апельсина и помещаем этот объект перед картинкой и мы получаем собственно линзирование гравитационное линзирование в плазме много людей занимается в мире в плазме занимаемся только мы значит вот были работы вот был такой товарищ значит вот значит была некая книга блохо минакова это была первая монография русскоязычная но это украинцы первая русскоязычная монография по анализирует они там рассматривают такую задачу про то что вот что будь если у нас гравитирующее тело точное вокруг него сферически распределенная плазма но они просто фактически вот я как раз про это пишу что они просто взяли это как сумму двух независимых эффектов как гравитационное тайное вакууме плюс вот это преломление за счет того что плазма неоднородно имеет как бы сферическое падающие оцветление плотности а как раз вот а мы говорим что почему как бы брать считать что гравитационное клонение такое же будет плазма на самом деле вам объясняется другое на самом деле конечно эффекта того что оно другое он слабее чем эффект этого преломления поэтому на самом деле так можно было делать в неком приближении просто мы это уже как бы вот пошли как бы дальше но вот фактически вот того что вот гравитационное клонение другое вот этого вроде бы никто не говорил ну и фактически вот вот так вот наверное да только мы и делаем вот как раз я говорю что получается вот на работа которая как бы совсем получается новая что-то совсем новое когда делаешь на нее как бы в общем-то не ссылаются пусть никто этим не занимается а вот а когда только только борьба целаются но как бы тем не менее не так а вот когда грубо говоря какая-то тема который куча народу делает то там сразу болжут ссылки хотя бы в этом в эту работу сама по себе может быть на не так уж и сильна вопрос такой я не очень понял у вас получается вот это чисто гравитационный эффект как за счет того что плазма есть или вы просто за счет того что вы помещаете в плазму гравитирующий объект поменяете какие-то дополнительные свойства оптические плазмы хороший вопрос правильно я понял вопрос значит да значит ответ нет значит что грубо говоря считается что плазма вокруг распределена однородно и это эффект связано именно с наличием среды то есть грубо говоря мы не учитываем в этой форме они как не учитывает гравитацию связанными с частицами самой плазмы и с тем что они как-то перерасределились от того что там темная черная дыра допустим то есть это именно произошло за счет того что мы все на крайне залили средой это да это важный момент я забыл да у вас просто то есть дополнительный оптический эффект дает как раз нет как раз это именно эффект фактически это как бы некое суммарное действие ото гравитации плюс наличие среды но грубо говоря ну может я не очень понял чего вы говорите ну ладно то есть ну как бы как записать но как бы суть в том что это не не просто что грубо говоря среда обладает некими вот преломляющими свойствами она вот как бы преломляет еще как-то дополнительно вот именно что нет что если мы а вот хороший ответ на вопрос если мы уберем из этой картины гравитацию то он будет идти по прямой вот вот так то он в этой плазме по надороты просто однородной плазме цвет просто пойдет по прямой линии однородная а вот если мы в эту картину запихнем гравитирующий объект то он будет отгоняться вот такой угол вот еще и размазывается еще и размазывается вот тут главное но надо заканчивать главное если вы закончили вопросов больше нет давайте еще раз похлопаем а счастливый геометрический общий козень для заниматься béка